Добрый день, дорогие друзья, вы на канале мода с Владанной, сегодня я для вас подготовила обзор своей оригинальной выкройки, по которой изготовлено вот это платье, которое вы видите на мне и блуза, блузу вы видели в моем предыдущем видео, в котором я рассказывала о своих штанишках в восточном стиле, шароварчиках и вот эта блуза у меня сегодня на манекене, а платье я буквально с пылу с жару в ателье покроила, собрала на примерку, чтобы вам продемонстрировать различные вариации своей выкройки, эта модель уникальна и ее прелесть в том, что это трансформер возможности различных вариантов и в блузе, и в платье, и с подрезом под грудью, и без, и с рукавами, и без, так как данная блуза она более в таком вечернем варианте с нарядными пряжками с драпировкой, то это платье мне захотелось его сделать летним, легким, пряжки заменить такими чудесными узелками, в которые входят мои ленты, вот вы видите на спине такие завязки и мы эти ленты легким движением руки, вот я сейчас развязываю свои ленточки, вот вы видите мою спинку и эти ленты, вот я их превращаю в рукавчики, выкладываю драпировку вот таким образом по шее, вот моя лента, вот вхожу ручкой и вот уже у меня вот такой рукав три четверти такой драпировкой, вот здесь переплелись у меня на шее и такое украшение вот здесь вот в плечевой зоне рукава болеро, как раз для вечера неожиданно подул ветер и нам захотелось закрыть свои плечи, в данном случае вот такой вариант вы увидели, здесь я не стала делать подрез под грудью, здесь я не стала сильно его затягивать, хотя в общем-то возможность, если кому-то хочется более выявить фигуру, у нас есть шов спереди и шов сзади и вот за счет этих швов мы можем вот здесь вот это все регулировать, я буквально немного выявила талию и от талии вышла по этим швам в трапецию, вот как раз в ширину моего отреза, ну и сделала себе по среднему шву разрез, хотя можно сделать разрез сзади, это уже на любителя кому как нравится, поверьте, подобные варианты мы в ателье радовали своих клиентов и зауженными платьями, и в однотонной расцветке, и с подрезами, и с голой спинкой, если у девочек прекрасная фигура, почему же сзади не вырезать себе спинку побольше, то есть это можно экспериментировать с этим фасоном уже под себя, под свое настроение, вот у меня вчера было такое настроение, сегодня мне захотелось бабочек, цветов, тепла, ну вот я таким же быстрым способом как одевала рукавчики, так вот я их и снимаю, вот вы видите, вот это вот мои бретельки, сейчас вы на выкройке увидите насколько тут опять же все просто, потому что вот это вот моя бретель, вот я сейчас вам продемонстрирую, вот это она, вот бретелька, вот видите, со спинки, я дала эту ленту подлиннее, вот она, и я вот через бретельку бюстгальтера я прохожу вот так вот, обвожу вот эту вот часть, она у меня кстати по прямой продолжается в мой рукавчик, вот я обхожу и снова вот здесь вот завязываю узелочек, вот оно все у меня плотно фиксируется, причем я смотрю на какой высоте мне могу выше его завязать, могу ниже, здесь у меня все закрыто, аккуратно, плотненько все фиксируется, на трикотаже я завязала узелочек, вот видите кончик и оно здесь держится и держит форму, не развязывается, но можно это зафиксировать основательно зашить, то есть это уже на ваши вкусы, сейчас я вам покажу нюансы на манекене по этой блузочке, здесь видим мою блузу с подрезом, в подрез входит две чашечки с драпировкой, вот складочки в которые входит нагрудная вытачка и небольшой заход одной чашечки за другую, здесь в отличие от моего платья нет шва по переду, потому что здесь организован подрез, пряжки в которые входит эта наша чашечка, вот я снимаю ленты и у меня вот такие тоненькие бретельки, которые крепятся к нашей пряжке, вот я закрепила к пряжке, для чего, вот я сейчас вам продемонстрирую, бретелька крепится с одной стороны к пряжке, а с другой к спинке, чтобы у нас наша спинка не съезжала, не провисала, то есть вот как раз эти бретельки они придерживают спинку сзади, также вот в эту часть у меня вот здесь эта кулиса вставлена резиночка, тоже чтобы не было провисания, но повторюсь, девочки с красивой фигуркой, для них вот эта вот вся конструкция не обязательно, достаточно просто, вот этих чудесных завязок, переходящих в рукава, можно спинку углубить больше, до талии опуститься, то есть это уже в зависимости от вашего размера, от вашей фигуры, вот сейчас мы на моей выкройке окончательно разберемся со всеми нюансами, на столе я подготовила для вас выкройку, это выкройка по моему платью без подреза под грудью, выкройка до линии бедер, то есть это как платье, может быть так и кофточка и по этой выкройке вот видно и понятно как наш перед переходит в рукавчик, сейчас я изображу схему и на схеме мы все эти размеры укажем, так, у меня есть линия талии, мой объем по талии и объем по груди, ну и бедра и вот я эти размеры, ну конкретно в этом платье без утяжки, мне захотелось свободно, чтобы меня не затягивало, я вот один к одному свои объемы, обхват талии, обхват бедер и вот здесь я выхожу на обхват по груди, вот отсюда я по прямой веду линию, вот она у меня вот таким образом выстраивается, а потом это она доходит до рукава, это вот этот вот мой участок, который драпируется, участок моей чашечки и потом он переходит в драпировку на шее и заканчивается рукавчиком, а с этой стороны спинка моя переходит в бретель, вот пройма и бретель, вот эта вот длина, сейчас я замеряю, 53 сантиметра, это как раз дает возможность из этой бретели сделать узелок, дойти до переда, пройти, затрапировать нашу чашечку, вот эту вот часть, поэтому вот как раз вот длина 53 сантиметра и ширина нашей бретели 12 сантиметров, ширина 12 сантиметров, для того чтобы я в дальнейшем вот так ее перегибаю и застрачиваю изнутри и вот у меня получается как раз вот это моя завязочка, бретель, вот она таким образом обрабатывается, далее вот линия спинки и перед, вот эта часть моя чашечка, вот линия нашей проймы, она на одной высоте с линией подреза по спинке, верхняя часть нашей спинки и также на одной высоте, вот пройма с местом, куда доходит строчка вот по переду, здесь застрочен перед, отсюда уже начинается моя чашечка, драпировка и рукавчик, то есть вот это все у меня выстраивается на одну линию, вот здесь талия, здесь бедра, то есть общая длина может варьироваться, это может быть топик, это может быть блузочка, удлиненная блузочка и платье, поэтому длины вы уже от своего желания создаете, вот здесь у меня четко мой объем талии, четко объем груди и бедра, если вы хотите чтобы это было плотно, делайте свою основу в минусе, убирайте там 4 сантиметра, но смотрите уже опять же от своего желания, на себе, эмпирическим путем, вот этот размер у меня 29 сантиметров, вот я его записываю, 29 сантиметров, пройма моя, она небольшая, небольшая, вот здесь вот 6 сантиметров, почему? потому что мне важно, чтобы вот буквально от бретельки, вот как бы был участок, чтобы здесь драпировки было побольше и в то же время, чтобы вот здесь вот возле руки у меня было все закрыто, то есть чтобы у меня и драпировки хватило и чтобы было закрыто, поэтому участок на спинке до середины проймы у меня 21, а вот по переду он больше 30-31, то есть вот до середины проймы вот здесь 31, а здесь 21 сантиметр, то есть получается что бретель заканчивается на спине и уже начинается вот наш перед, вот конкретно по моей выкройке, длина участка, который вот наша чашечка, потом драпировка на спине и до рукава у меня от нашей проймы длина 66 сантиметров, вот 66 сантиметров и здесь вот этот участок я на схеме 66 сантиметров, наш рукавчик вот он, это три четверти, его длина здесь 33 сантиметра, от места где он начинает зашиваться вот здесь вот эта длина 33 сантиметра, 66 сантиметра, это вот как раз длина 34, если вы хотите длиннее, то уже сами по своей руке смотрите, сколько вам нужно добавить, в верхней части где у нас зашивается наш рукав ширина 31 сантиметр, в нижней части рукавчик у меня шириной 23 сантиметра, здесь 31, здесь 23, ну все, по платью я размеры дала, здесь уже от линии бедер вы даете любую длину, любое заужение, конкретно в моем случае я делала расклешение от бедер с двух сторон, то есть оно было небольшое, то есть внизу вот я как раз вышла на ширину ткани, ну и по переду, внизу я сделала себе разрез, опять же вы тоже можете сделать разрез, можно делать, мы много раз делали вот эту часть по прямой перед, а в задней части у нас появлялся такой вот шлейф, то есть опять же на высоте можно от бедра, можно ниже вот эту всю часть затянуть и такой вот рыбкой вывести такой шлейф, то есть варианты с низом юбки вы тоже можете варьировать длиной, с низом, с шириной, это схема моего платья, теперь мы сделаем схему блузы с подрезом под грудью, для этого я подготовила макет, самый первый вариант, с которого все начиналось, и вот по этому варианту как раз моя зеленая блуза и была изготовлена, то есть здесь на этом варианте видно нашу чашечку, видно вот подрез, я сейчас покажу линию по спинке, вот это прогиб на талию и потом мы выходим на бедра, а по переду у нас сгиб, это получается перед и спинка с одним швом сзади, здесь у нас открыта спина до нашей проймы, вот здесь наша линия проймы начинается, ну и соответственно подрез под грудью, чашечка, вот центр, она заходит одна за другую, я чашечку, вот наш рукавчик, я вот вставила пряжечку, то есть опять же пряжечка может быть любая, какую вы захотите, если это вечерний вариант, одно качество пряжки, опять же может быть узелок завязан, то есть как хотите, так и творите, здесь зашит рукавчик, вот он на заужение и вот я сейчас сниму чашечку и вы увидите прямой угол и потом пошло закругление, вот это закругление по форме нашего подреза, вот мы перешли подрез, перешел на бок, на бочок, и вот здесь у меня даны защипы, вы можете это задрапировать, можете сделать вытачку, можно вот как у меня, вот тут вот три защипа, защипы по 2 сантиметра, вот ширина чашечки, ширина чашечки 29 сантиметров, на подрезе этот участок 21 сантиметр, то есть вот 29 сантиметров, 8 сантиметров, у меня распределяется на три защипа и 4 сантиметровый заход одной чашечки за другую, сейчас я быстро изображу нашу схему, спинка, перед, без бокового шва, это сгиб, теперь отдельно чашечка, интересно было наблюдать за реакцией людей, когда я пришла в ресторан в этой блузочке, в рукавчиках, а потом в процессе вечера пошла припудрить носик и сняла рукавчики, осталась в маечке, возвращаюсь и в новом образе, и как-то все так удивились, смотрят, вроде бы что-то изменилось, а не понимают что, но потом правда все увидели и поняли, что достаточно оригинальная модель трансформер, три защипа по 2 сантиметра и 4 сантиметра, вот этот участок, это заход, запах одной чашечки за другую, то есть вот здесь по центру, общая длина 29 сантиметров, а здесь 21 сантиметр, 8 сантиметров нам нужно распределить на нашу драпировку, здесь вот 4 сантиметра, вот этот центр, то есть 2 сантиметра, это от центра заход, одна часть вот заходит сюда, а эта часть, то есть в общей сложности заход 4 сантиметра, а центра 2 сантиметра, длина нашей кофточки 45 сантиметров, вот эта часть 45 сантиметров, эта линия должна перекрывать наш бюстгальтер, по центру до нашего рукавчика, там где он начинает зашиваться, вот длина у меня 75 сантиметров, вот это место, это 75 сантиметров, зашитый участок 37 сантиметров, вот здесь, но здесь ткань это трикотаж, трикотаж масла, без третч, и то же самое трикотаж, вискозный трикотаж на платье использован, они тянутся, они эластичные, и это фасон и модель исключительно для трикотажных изделий, для трикотажа, длина опять же может добавляться, то есть здесь может добавляться и быть длинный рукав, это вы тоже смотрите, это рукав 3 четверти, это схема с подрезом под грудью, тут же опять же вы отталкиваетесь от своих размеров, вот сюда мы вдеваем пряжку, вот рукав, он проходит через пряжку, это достаточно маленькая пряжка, мы спокойно проводим весь рукав через нашу пряжку и вот там где нужно опять же мы можем выше ниже делать под вашу грудь, вот наша чашечка, красивая такая образовывается с помощью пряжки драпировка, но мы делали вариант, когда вместо пряжки вот в необходимом месте я делала кулису и вот в эту кулиску продевался шнурочек из основной ткани и вот этот шнурочек завязывался, стягивался и потом два конца у меня выходили по плечу и пришивались вот сзади как четыре образовывались бретельки, две бретельки с одной чашечки, две с другой и как раз эти тоненькие бретельки придерживали нашу спинку, чтобы она не провисала, не опускалась, то есть это я вот сейчас как раз вспомнила еще такую возможность этой интересной драпировки, драпировка с пряжкой, с кулисой, можно сделать узелок, узелок тоже очень симпатично смотрится, вот так достаточно стильно, красиво его разложить на груди, то есть может быть и узелок, но для узелка нужно предусмотреть больше участок, то есть добавить 10 сантиметров на вот эту вот возможность завязать узелок, так что вот подобные варианты могут возникнуть у нас на груди, это уже опять же на ваш вкус, что вам больше понравится, кто-то из моих клиентов например любит пряжки, кто-то категорически не любит ни пряжки, ни камни, тут уже все очень индивидуально, так мы с вами сегодня подробно рассмотрели схемы, два варианта, схема без подреза и с подрезом, здесь вот вы видите на мне платье без обработки краев, но я предлагаю обработку и буду делать у себя в ателье распошивалкой вот это все обработаю, швы по переду, по спинке оверлаком прострочу, вот здесь кстати видно сейчас за счет того, что у меня моя чашечка начинает с линия формироваться практически со спины, вот от бретели, вот у меня здесь все закрыто, причем я могу поднимать выше, ниже, то есть мне хочется здесь сделать больше дырочку, я могу это все регулировать вот своими узелками, можно сделать рукавчик до локтя, то есть разные варианты, можно сделать это не трансформером, а вот просто так носить, опять же кому как нравится, то есть вот тут вы тоже регулируйте, выше, ниже можете застрочить, смотрите уже под себя, экспериментируйте, модель интересная, любимая и надеюсь что она любимой станет и у вас, сейчас я хочу дополнительно замер сделать по общей длине, вот которая нам нужна на нашу блузочку с рукавчиком 3 четверти, с рукавчиком 3 четверти, у меня длина 1,40 метра, если же мы делаем длиннее рукав, то соответственно длина может быть 1,5 метра, если мы добавляем юбку, это уже смотрите или же юбка в пол, то тогда надо добавить сантиметров 90, то есть это уже будет 2,5 метра, на мое платье где-то 2,5 метра у меня и пошло, на блузку с длинным рукавом 1,5 метра, при ширине, ну как обычно трикотаж метр сорок, также будет выпад по боку в районе рукава, можно сделать пояс, опять же если кто носит с поясом, то тоже можно использовать красивую пряжку, если у нас здесь маленькие пряжки, то на поясе может быть большая одна пряжка, как украшение, то есть это тоже могут быть варианты с поясом, дорогие друзья завершая свое видео я хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, за ваши теплые прекрасные слова в мой адрес, за вашу доброту и любовь ко мне, к моей работе, к моим идеям, к моему творчеству, все комментарии я прочитываю, стараюсь отвечать по мере возможности, по времени, получаю удовольствие от ваших комментариев, пишите мне их, радуйте меня и дальше, всего вам доброго, до скорых встреч на канале мода с Владаной!